Удивительный ваш вопрос о связи органов в организме. Есть ли связь кариеса и повышенной кислотности в желудке? Как мне всегда хочется сказать, а каким образом можно пищеварительный тракт разделить на отдельные комнаты? И чтобы связи между слизистой пищевода, желудка, слизистой рта, слизистой толстого кишечника отсутствовали. Это единая пищеварительная трубка. Я тогда говорю, двоечник по анатомии ещё со школы, когда считают, что трубку единую можно разделить на части. Мы условно так назвали, но слизистая оболочка. Слизистая оболочка, вот посмотрите, у нас здесь показана слизистая оболочка желудка. Здесь у нас острые язвы при алкогольной этиологии. Но такие же язвы у нас при просто воспалительном процессе, без алкогольной этиологии здесь бывают. И вот посмотрите на структуру язвочки. Вот эта язвочка на слизистой желудке, такая же язвочка у нас бывает на слизистой рта. Сейчас нет ни одного пациента, который бы в опроснике, который предлагается у нас каждому пациенту, не написал бы, что у него есть проблемы со слизистой ротовой полостью, а стало быть с кариесом. И эти проблемы чаще всего на данный момент у нас называются молочница во рту. Молочница во рту вот так вот она выглядит, когда и взрослый, и ребёнок не могут скушать ничего сырого. На момент язвочек мы убираем сыроедение однозначно, потому что это кандидоз слизистых желудков. Кто это сделал язвочку? У нас то же самое получается, что в желудке оказывается и на слизистой ротовой полости. А ещё раз посмотрите, насколько интересны у нас с вами положения желудка. Посмотрите внимательно. То есть мы с вами видим, это говорит, вы Ольга Ивановна нарисовали. Тут бы Френд Нетер мне предъявил авторские права. Сказал, да нет, это вот я всё это нарисовал. Вот такое положение желудка у нас бывает. И начавшийся язвенный процесс на слизистой желудке, он обязательно у нас с вами, теперь посмотрите на слизистую ротовой полости, да, мы с вами говорим, вот это язык у нас. Почему сейчас каша во рту у детей? Потому что у нас нарушено кровоснабжение и лимфоотток с языка через шею. У нас проблема у детей шейного лимфоденида на фоне воспалительного процесса в носоглотке. И вот мы уже имеем как и проблему пищевода, но начинается, запомните, это с изменения положения желудка в кислой среде продуктов воспаления, гастрит, вызванные микрофлорой мамы желудок у нас начинает растягиваться. И количество язвочек и эрозий в желудке увеличивается. Тогда оказывается, что микрофлора и ротовой полости, и микрофлора желудка, она у всех одинакова. Ну где-то побольше одних микроорганизмов, где-то поменьше, но она принципиально одинакова. И значит у нас молочница во рту и молочница в желудке. Молочница в желудке называется кандидоз желудка. Молочница во рту называется кандидоз слизистой рта или кандидомикоз слизистой оболочки ротовой полости, который и приводит к кариесу, ибо нарушается кровоснабжение тех мест, где у нас находится корень зуба. Поэтому я всегда говорю, вы не делите тело на части, господа. От носа до ануса у нас микрофлора одна, наследованная от вашей мамы. И эта микрофлора должна поддерживаться в количестве, то есть ее не может не быть, она будет. Но если у нас идет выделение достаточного количества слюны, она обладает уникальными противоантибактериальными средствами самостоятельно. Если у нас идет переваривание качественное в желудке, полноценное, вот на прайм-тесте мы определяем, какие продукты не перевариваются в желудке, в каком месте идет воспалительный процесс. Он чаще всего у нас идет вот здесь вот в желудке, в 12-перстном в другом месте. Как только меняется положение желудка, это все уже нарушение. Нарушение в желудке и приводит к нарушению избыточному количеству, как хеликобактер, так и дрожжевого гриба кандиды. То есть и повышенная кислотность – это защитная реакция слизистой желудка от нарушенного положения желудка. От нарушенной микрофлоры здесь положение не то, и у нас иммунная реакция ответная на слизистые желудка нарушена. Таким образом мы говорим, если есть проблема в ротовой полости, я дальше у пациентов в их анкете начинаю читать перечень заболеваний. Колит, энтероколит, холецистопанкреатит, дискинезия желчеводящих путей, гастродуденит, панкреатит. Это все последует за нарушением в одном кусочке. Ротовая полость в этом плане очень показательна. Если у нас полноценное кровоснабжение и у нас лимфатические узлы, вот они у нас, они подчелюстные. Мы, работая с подчелюстными лимфатическими узлами, лимфатический массаж подчелюстных лимфатических узлов, которые вы внимательно посмотрите у меня как на двух онлайн-курсах, как делать самому, как делать другому лимфатический массаж, не забывайте об этом, потому что это буковка А. Вы восстановите местный иммунитет слизистой рта и никогда вы не должны чувствовать, что у вас какой-то продукт питания вызывает сжение, дискомфорт в вашей ротовой полости. Значит, у нас от носа до ануса идет активная работа внутренней лимфы и поддерживается баланс микроорганизмов, которые мы получили, не происходит нарушения микрофлоры в ее увеличении. А кариес это воспалительный процесс у нас. И тогда в ротовой полости не будет кариеса, в желудке гастрита, в тонком кишечнике энтероколита. Да будет так, на вашей пищеварительной трубке будут отсутствовать язвочки и эрозии.